1604 год 516 625 жителей 1991 год Визит митрополита Алексия Ключевые моменты истории Томской земли Опирались на события православной жизни царской России Первым был Алексеевский мужской монастырь Каким был первоначальный вариант Святой Кельи На территории сегодняшнего Северска История практически умалчивает 1662 год стал ключевым не только для монашеского братства Но и всего Томска Монахи выбрали наилучшее место для рождения Томской истории Алексеевский монастырь благодатно развивался В предреволюционные годы Священнослужители предприняли строительство часовни И успели осуществить план Монахи даже сравнительно спокойно пережили Период советской власти Но в 20-е годы начинается разрушение монастыря А беда не приходит одна В 30-х объявлена антицерковная пятилетка Иконами застилают проезжие дороги Поэтому... Томские художники обеспокоены вот этой ситуацией Они как раз предприняли акцию Было создано общество секции охраны памятников старины Потом из этого общества в 22-м году был организован наш музей Но первоначально вот эта секция работала Занималась зарисовками Она побывала и на архимандритской заимке Зарисованы многие районы нашего города И в том числе вот в круг этих интересов Вопал Алексеевский мужской монастырь Вопалу попали церкви и люди Из общежития монахов был создан спортзал Нужна не душа, а здоровое тело Из монашеских апартаментов нужно было съезжать Куда? Кому следственные тюрьмы НКВД? А кому? Когда началась вот эта антицерковная пятилетка Алексеевский мужской монастырь Монахи были выселены в никуда Они вернулись на свое первоначальное место обитания Это архимандритская заимка как раз на реке Киргизске Там долгое время оставались сенокосные угодья Позже поэтому и получилось название архимандритская заимка Архимандрит там летом отдыхал А монахи вынуждены были покинуть монастырь Уехали туда И через какое-то время, в 1933 году Там уже располагается колония для малолетних преступников-чекист В 1937 году малолетние чекисты устроили на Рождество пожар И все постройки были сожжены В том числе и сгорела вот эта колокольня Какая-то похожая история у наконец-то открывшего Следственные камеры Томского музея НКВД Здание изначально построено под двухклассную Показательную церковно-приходскую школу Начинает свою темную историю задолго до следственных экспериментов В ночь с 8 на 9 мая 1909 года Здесь, вот в этом здании, произошло преступление Которое сколыкнуло весь город Два ученика этой школы задушили настоятеля школы Заведующего этой школы, еремонаха Дверницкого После этого случая школа была распущена Здание переживало новый этап истории Имя которому внутренне следственная тюрьма УГПУ Позже вырос городок НКВД Этого места боялись, истерегались Но прошли через него многие тысячи и тысячи томичей От многих и фотографий не осталось Потому что при арестах изымали фотографии, переписку, письма И сейчас многие потомки, так сказать, не знают Как их выглядели предки Потому что было предписание, так сказать, изымать любое напоминание о человеке Вот это фотография 1937 года То есть тахановский метод еще и фиксирования людей То есть пять человек, профит, и тут же ванфас сразу Фотографии и следственные бумаги тех лет говорят Об ужасных, страшных событиях 23 тысяч семей Но разве не трагичнее простой плюшевый медведь В котором зашиты воспоминания о расстрелянном отце С одной стороны и пластинки тех лет с восхвалением вождя С другой стороны карцер, камеры, высшие меры наказания и так далее Через такое отверстие заключенные получали свою дневную порцию баланды В этом маленьком тесном помещении могло находиться до 15 заключенных В углу общего параша Здесь были и профессора, и священники В общем, те, кто попали под машинку НКВД Много тайн мог бы открыть подземный переход между бывшими зданиями НКВД Но он давно молчит, как когда-то расстреляны политзаключенные тоталитарного режима Только привидениям по ночам может быть нет покоя Восстановленных с реальной точностью камерах музея НКВД